Библейский портал экзегет.ру представляет Добрый день! Меня зовут священник Григорий Геронимус. Мы записываем это видео для библейского портала экзегет. И сегодня мы продолжаем читать вторую маковейскую книгу. Читаем ее мы в переводе Брагинской и Шмайной Великановой. Те, кто следили за содержанием предыдущих глав, помнят, что дела в Святой Земле очень плохи. В Иерусалиме царит разврат, отказ от исполнения древних законов, отказ от приверженности традициям Израиля, борьба за власть, за влияние, жестокость. Вот всем этим наполнена жизнь в Иерусалиме, а значит, и во всей Иудее. В городе построен гимназий, то есть центр обучения юношей по образцу того, как это было принято в эллинистическом мире, где юноша учится не изучению писаний, заповедей божественных, а учится спортивным достижениям. И дух этого обучения несовместим фактически с тем духом, который связан с почитанием Господа, заповедей, закона. И вот пятая глава Маковейской книги, она продолжает повествование о том, как развивались события. Примерно в это время Антиох собрался во второй поход в Египет. Антиох — это Антиох Епифан, глава сельвхидской державы, который в том числе среди своих провинций владеет и Иудеи, и Иерусалимом. И вот он собирается в Египет, чтобы там бороться за какие-то другие территории, ресурсы. И произошло вот что, говорит нам автор второй Маковейской книги. «Над всем городом в течение почти сорока дней являлись всадники, скачущие по воздуху, в раззолоченных одеждах, с копьями, в боевом порядке, по отрядам, обнаженные мечи, конница, строй за строем, схватки и нападения друг на друга, щиты пляшут, древки мелькают, дроты летают, уборы золотом блистают и панцири пестрят». Вот почему все молили, чтобы эта дива обернулась во благо. Вот такие необыкновенные явления знаменья многие люди наблюдали. И это не случайно, а это отражает взгляд автора второй Маковейской книги на события. Те события, которые происходят здесь на земле, они имеют под собой какую-то духовную подоплеку. И вот в таком символическом виде, в виде вот описания такого образа, знаменья, здесь вот показывается, что вот та поверхность событий, с которой мы обычно имеем дело, не исчерпывает всей реальности, в которой мы живем. И я думаю, что это очень важный взгляд. Мы тоже должны уметь видеть какие-то глубинные корни явлений, в том числе духовные корни. Это иногда вещи, которые как бы внешне мало связаны друг с другом. Вот невозможно с точки зрения такого вот позитивистского мыслителя провести причинно-следственную связь. А вот человек духовный видит связь этих явлений. И те грехи, которые царили в атмосфере Иерусалима того времени, вот они привели к сначала таким явлениям, предостережениям, и потом и к очень печальным событиям. Когда же разнеслась ложная молва о том, будто Антиох скончался, Ясон, набрав не меньше тысячи человек, внезапно напал на город. Когда всех согнали со стены, и город был уже почти взят, Менилай бежал в крепость, а Ясон учинил беспощадную резню среди собственных сограждан, не сознавая, что победа над сородичами — это величайшее поражение, и воображая, будто собирает трофеи с врагов, а не с отечественников. Ясон, человек, который боролся за место первосвященника, главы религиозного Иерусалима и того общества, вот он, сражаясь за это место, напал на город Иерусалим, жестоко убивал собственных соотечественников. И за это место он сражался не потому, что он хотел установить порядок, вернуть людей к почитанию Бога, и вообще не потому, что ему было какое-то большое дело, да, закона Божьего. Он сражался за власть, за деньги, за ресурсы. Это, к сожалению, место на тот момент делили между собой люди крайне низких качеств, моральных и приземленные, и вот ориентирующиеся только на какие-то очень такие подлые свои мелкие цели. И вот Ясон нападает на Иерусалим, однако власти он не захватил, но навлекший на себя позор за свое коварство, в конце концов снова бежал в изгнание, в Аманатиду, а концом его оказала злая погибель. Обвиненный перед вождем арабов Аретой, он бежал всеми преследуемый из города в город, взывая ненависть, как отступник законов, и омерзение, как палач своего отечества и сограждан, и был выброшен в Египет. Стольких изгнавший из отечества на чужбину, он сам сгинул в чужих краях, оказавшись у Лакеда-Минанян и надеясь на приют родства ради. Столь многих бросивши непогребенными, он остался неоплакан и не удостоился ни самых скромных похорон, ни отеческой гробницы. Вот такой печальный конец этого человека, так много зла принесшего Иерусалиму, храму и святой земле. Он вынужден был скитаться, был покрыт позором, и даже и другие народы также вот относились к нему и скончался, будучи неоплакан и не удостоившись даже самых скромных похорон. Похороны, предания тела земли, гробницы, памятник надгробный, это очень важно и для нас с вами, и для культурного человека того времени, для религиозного человека того времени. И это особый позор, это особое наказание, когда человек оказывается лишенным и этих последних почестей. Когда об этом доложили царю, Антиоху Епифану, Антиох Епифан был жив, кто-то разнес ложный слух о том, что он погиб в военном походе, и вот из-за этого Ясон вот думал, вот сейчас удачный момент, я сейчас вот нападу на Иерусалим, захвачу власть, новый царь меня утвердит, будучи в Иерусалиме при власти, я его снабжу дорогими подарками, взятками, и вот он меня утвердит в этой должности. Но Ясон и тут просчитался, и может быть и поэтому в том числе он не смог достичь своей цели. Антиох Епифан никуда не погиб, никуда не делся, он был жив. И вот когда доложили царю обо всех этих событиях, он подумал, что Иудея отпадает от него, и тогда, рассверепев, он выступил из Египта и взял город оружием. Он приказал воинам беспощадно рубить всех, кто им попадется, и закалывать тех, кто станет укрываться в домах. И началось уничтожение юношей-стариков, истребление подростков, женщин и детей, резня девушек и младенцев. 80 тысяч было погублено за каких-то три дня, причем 40 тысяч пало в рукопашных стычках и продано было не меньше, чем убито. Вот такие страшные события. Антиох, узнав о беспорядках, которые были в Иерусалиме, о вот этом восстании Ясона, о той атмосфере, которая царит в Иерусалиме, он решил, что надо наводить там порядок. Он сам пришел в этот город, взял его штурмом, и вот это было еще гораздо страшнее, чем те злодеяния, которые ученил Ясон. С невероятной жестокостью, которая была присуща Антиоху Епифану, мы еще столкнемся с этой жестокостью, он берет этот город, и вот 80 тысяч погублено людей, убито, столько же продано в рабство, и эти цифры, они большие для античного мира, но они совершенно реалистичны, они подтверждаются данными и других исторических источников. За три дня 80 тысяч погибших, даже для любого современного города или государства это колоссальная цифра. «Но недовольствуясь этим, не только жестокие казни и гибель такого количества людей, но еще и другое злодеяние учинил Антиоху Епифан, недовольствуясь этим, он дерзнул войти в самый святой на всей земле храм, причем проводником у него был Менелай, ставший предателем и законов Отечества. Поганые руки его хватали священные сосуды, и то, что другие цари преподносили в дар ради вящей славы и чести места, руки святотаться тащили прочь». Захватив Иерусалим, Антиоху Епифан входит в святой Иерусалимский храм. Когда-то в начале Второй Макобельской книги описывался случай, когда один из приближенных царя зашел в сокровищницу храма, желая взять оттуда какие-то средства, сосуды, сокровища, и особое чудо Божие остановило этого святотаться. Ангелы Божии были посланы для того, чтобы изгнать его из храма. Но тут ничего подобного не происходит. Почему? Потому что тогда, в тот момент, был верующий первосвященник, было народное понимание святости храма, не было еще такого развращения. первосвященник молился, люди молились, народ был обращен к Богу, и вот эта мольба о том, чтобы не попустил Господь святотатство, чтобы не был осквернен храм, вот эта мольба была услышана. И тогда Господь чудом установил грабителя. Но теперь происходит что-то совсем другое. Первосвященник не стоит с измененным видом, как вот тогда тот первосвященник, чтобы по его внешнему виду было видно, как он переживает и как он молится. А первосвященник сам, Менилай, вводит Антиоха и Епифана в храм и предлагает ему, бери все, что тебе хочется, и это возьми, и это возьми. И понятно, что он пытается снискать благоволение Антиоха и Епифана, он пытается себя поставить как самого верного приверженца Антиоха и Епифана. И будучи первосвященником, будучи обязанным защищать святость храма, он сам вот вводит святотатца и осквернителя в сокровищницу храма и все ему отдает. И, конечно же, здесь правильно он называется Менилай, ставший предателем и законов, и Отечества, и закон Божий он предает, и собственное Отечество. Антиох стал высоко возноситься в своих помыслах, не видя того, что владыка из-за грехов жителей города прогневался на них на краткое время, отчего место и осталось без опеки. Если бы они не погрязли во множестве грехов, то, подобно Гелиодору, посланному царем Селевком, обследовать сокровищницу, и Антиох тоже был бы высечен, как только вошел и лишился бы своей дерзости. Но Господь избрал не народ ради места, а место ради народа. Вот почему само место, разделив с народом выпавшее ему несчастье, вместе с ним потом получило и благодеяние. Покинутое в пору гнева Вседержителя было восстановлено заново во всей славе, когда великий владыка примирился с народом. Место это храм. И не потому Господь поселил народ израильский вокруг храма, что храм нуждался в народе, а наоборот дал Господь заповедь построить сначала малый храм в Скинию, потом вот первый храм, потом вот уже второй храм в Иерусалиме, потому что народ нуждается в храме, народ нуждается в том, чтобы было, как здесь говорится, место с большой буквы, где можно было бы особым образом ощутить присутствие Божие. Господь присутствует везде. Вера библейская, это вера во всем, во Бога, который везде присутствует. Нет такого места на земле, где нельзя было бы к нему обратиться в молитве, и он не услышал бы такую молитву. Вот как псалмопевец говорит, куда скроюсь от тебя, если я даже и во ад спущусь, и там твои глаза будут меня видеть. Везде Господь нас видит и слышит, но вот ему угодно, чтобы было на земле место, тогда в Ветхом Завете одно, а сейчас их много, это каждый христианский храм, где вот особым образом ощущалось бы его присутствие. и ради народа дается это место, и поскольку народ демонстрирует, что ему это теперь не нужно, народ погряз во грехах, народ бесчинствует, и не только народ, но и вот первосвященник тоже, он никак не заступается за этот храм, то и Господь вот своей милостью отошел от этого места, и место разорено и осквернено, то есть храм Божий. Итак, Антиох, вынесе из храма 1800 талантов, спешно удалился в Антиохию, возносясь в сердце своем и думая сделать землю судоходной, а морскую пучину сухопутной. Ну, такое образное выражение показывает то, какие грандиозные планы у него были. Ему вот после осквернения и разорения Иерусалимского храма ему стало казаться, что все ему подвластно, что любое его желание может быть исполнено. Сухопутной может стать морская пучина, и земля может стать судоходной. Такое вот ироническое даже выражение, показывающее беспредельность его гордыни, его самопревозношения. И те, кто следили за или читали первую Маковецкую книгу, ну, из других источников мы знаем, как низко пришлось ему потом пасть от такой высоты гордыни, самопревозношения, он перед смертью впал в пучину, как бы мы сейчас сказали, глубокой депрессии. он оставил своих чиновников угнетать народ в Иерусалиме Филиппа родом фригийца, а нравы еще более варварского, чем у того, кто его поставил. Какой это был наместник от антиоха Епифана именем Филипп, еще более жестокий и злой, еще более варварского нрава, чем антиох Епифан. Варгарезине Андроника о придачу к ним Мнилая, который, пуще прочих, превозносился над согражданами, потому что питал злобу к согражданам иудеям. Тот самый в кавычках первосвященник, как бы да, он законно занимал должность первосвященника в каком-то смысле, но по поступкам он был совсем не первосвященник. Вот этот самый Мнилай, отдавший храм на разграбление, он по-прежнему, он, да, как бы достиг в каком-то смысле своей цели, да, антиох его привитил, и вот он вместе с этим Филиппом властвует над развращенным и порабощенным народом. Царь послал месарха Аполлония с 22 тысячами войск, приказав перерезать всех, кто достиг зрелого возраста, а женщин и детей продать в рабство. Тот, прибыв в Иерусалим, разыгрывал миролюбие, вожидая наступление святого дня субботы. И тогда, застигнув иудеев праздными, он отдал своим подчиненным приказ взяться за оружие. Всех, кто вышел на торжественное шествие, он заколол, и, ворвавшись в город, с оружием перебил изрядное множество народа. Вот новое страшное злодеяние, и Антиох опасается, что вдруг какое-то будет восстание, вдруг какое-то будет недовольство, и вот посылает огромный отряд воинов, 22 тысячи человек, чтобы они, так сказать, наводили порядок окончательный в Иерусалиме, окончательный полностью любые, не то что ростки, а любую возможность сопротивления ликвидировали самыми жестокими методами. И вот все те, кто, все мужчины в зрелом возрасте, или абсолютно большинство этих мужчин должны быть убиты для того, чтобы не было больше тех, кто могли бы сопротивляться когда-нибудь. И даже в этой ситуации вот этот послание к Антиохе Епифана действует подло и трусливо, можно сказать. Он не нападает сразу, не начинает вот эту бойню, а он как бы с миром приходит, а потом в субботний день, когда иудею нельзя делать никакого дела, это день покоя, когда иудей должен, следуя заповеди, ничего не делать, никакого труда не совершать. Вот в этот день нападает послание Антиоха на иудеев и вот убивает огромное количество людей. Это такое массовое мученичество, можно сказать. О подобном мы читали, может быть, это какие-то даже связанные эпизоды, мы читали в первой маковейской книге, там, где в самом начале сопротивления Антиоху и Пифану многие люди скрылись в пустыне, в пещерах и вот тоже на них напали в субботу, может быть, это в рамках вот этой же карательной операции, и они посоветовались и решили, что они не будут сопротивляться, что лучше они умрут. И был тогда даже такой военный совет, который возглавлял Иуда Маковей, военно-религиозный совет, и было решено, что ради спасения жизни воевать можно даже в субботу. И вот здесь как раз упоминается Иуда Маковей в конце пятой главы, а Иуда, он же Маковей, с еще примерно девятью людьми удалился в пустыню. Он со своими товарищами жил в горах подобно диким зверям. Употребляя в пищу одни травы, они держались, чтобы не принимать участие в осквернении. Почти все люди так или иначе склонились перед захватчиками, склонились перед вот этими гонениями, которые начали разворачиваться. И как мы дальше увидим, эти гонения прежде всего против веры в истинного Бога. Это даже не политические репрессии за территорию, за власть, а именно прежде всего против истинного Бога были эти гонения. И вот некоторые люди, меньшинство абсолютное, вот буквально 10 человек удаляются в пустыню для того, чтобы там иметь возможность все-таки исполнять законы Божьи. У них нету никаких ресурсов, у них нет даже питания, они питаются травой. Вместе с тем, это вот похоже на такой очень строгий пост перед подвигом каким-то. Так вот постился в пустыне Иоанн Креститель тоже питался только тем, что там пустыня находилась диким медом, акридами. Так постился сам Господь Иисус Христос перед тем, как выйти на проповедь. А еще это можно сравнить с тем, как когда-то через пустыню прошли Иудеи перед тем, как прийти в землю обетованную. И вот сейчас в пустыне, в таких очень тяжелых обстоятельствах скрывается малюсенький отряд Иуда Маковей, 10 человек. Но из этого зерна потом вырастет то, что принесет победу и обновление Израилю. Вот на этом заканчивается пятая глава второй Маковейской книги, которую мы читали в переводе Брагинской Ишмайной Великановой для библейского портала Экзегет. Продолжение следует...